В общем, похоже, мы здесь надолго. Кто-нибудь сходит за кофе? Знаете что? Кофе за мой счёт. О, только без всяких там фруктовых фрапучино, у меня всего баксов 10. Ладно. Проснитесь и пойте, детективы, проснитесь и пойте. Пиральта, с тебя сегодняшняя планёрка. Вы спали в кабинете, выглядите так, как и всегда, как так. Ты что, да у меня бедлам на голове. Ну да. Планёрка через пять минут. Сколько мы спали? Мне удалось втиснуть быструю тренировочку. Всего часа три. Здорово. А, Роза, ты живёшь поблизости, и никого не пустила переночевать. Вы слишком много обо мне знаете. Я знаю, у тебя всего три вещи. Одна из которых то, что ты не пускаешь никого переночевать. Ночнушка такая? Это моё. Носил, когда был толстым. Если с первого раза не отделился, то попробуй ещё. Я покупал то, во что влезал. На одежде для толстых часто российские слоганы. Так, у меня пара новостей. Встретил нашего уборщика Рональда. Если у кого пропал спрей для рук, не ищите. Он его выпил. И ещё, нам наконец-то выдали ордеры. Надо доказать, что Уитман был на месте преступления, либо хранил и сбывал краденое. Все устали, но не забывайте, почему мы здесь. Потому что мы преданы работе. Потому что пираль-то поторопился. Ага. За работу. Ну, оба варианта, ничего. Это не шутки. Ты портишь нам выходные. Ну, прости, что пришлось отменить ужин с отцом. Это было свидание. Если Джейк говорит, что парень преступник, обычно так и есть. Спасибо. Все слушаем Розу? Нет, я в ярости. Хорошо. Розу мы не слушаем. Она явно пособница в этом преступлении. Попробую расколоть Уитмана. Ты туда раз пять ходил уже. Что ты делаешь? Бесишь, пока не заговорит? Ха-ха. Два, три, четыре. Не сработало. Спасибо. Не помогло.